Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Скальное кладбище в городе Харберт, Западная Армения. 21 век – это век армян. Армен Саркисян. Делегация Национального собрания Республики Армения отправится в Бишкек. Террористы и длибы подвергли обстрелу в атаке Ихаму. Благотворительный фонд «Создатель» продолжает свою миссию. Музей Оланеса Туманяна представил публике серию туманянских вин. Директор Тумо получил высокую награду Франции. Пещерные могилы римской эпохи находятся в Агинском районе Харбертского региона Западной Армении. Это место привлекает туристов. Город Аган расположен в старейшем регионе Западной Армении в Харберте и называется мирным городом. Согласно утверждениям, сотни кладбищ построены в римскую эпоху и очень похожи на урардские могилы. Высота кладбища 90 см, ширина входа 90 на 60 см. В ходе исследования, проведенного в этой области, иногда встречаются античные монеты. Президент Республики Армении Армен Саркисян выступил на пленарном заседании 12-го Астанинского экономического форума. По его словам, в 21 веке компании, занимающиеся вопросами информации и высоких технологий, концентрируются на искусственном интеллекте, а не на компаниях, занимающихся природными ресурсами. Говоря о месте Армении в глобальном мире, он отметил. Я смотрю в будущее своего государства и людей с положительными эмоциями и видениями. Наша маленькая страна, Республика Армения, является дом для мировой нации. Так как мы, армяне, живем в России, Лос-Анджелесе, крупнейшем населенном армянами городе, посреди Ереванами, миллионы армян проживают также во Франции. Они распространены в Сингапуре и в Аргентине. У нас маленькая страна, но мы глобальная нация. Мы являемся частью 21 века, интегрированной на международном уровне. И я призываю всех сделать то же самое, чтобы быть глобальными. Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзаян отправится в столицу Кыргызстана для участия в выездном заседании Совета ПАОДКБ, сообщает прислужба парламента. Делегация во главе с Мирзаяном пробудет в Кыргызстане с 19 по 20 мая. В ее состав входит вице-спикер Ален Симоньян, а также глава постоянной комиссии парламента по обороне и безопасности Андроник Кочарян. В рамках визита руководителей делегации примет президент страны Сорунбай Женбеков. Предполагается встреча Мирзуяна также с главой Госдумы РФ Вячеславом Володиным, председателем Мажелиса Казахстана Нурланом Никматулиным и спикером парламента Кыргызстана Дастанбеком Джуманбековым. 20 мая пройдет заседание Совета ПАОДКБ. В частности, на нем будет обсуждаться ситуация, которая складывается в регионах, прилегающих к зоне ответственности организации. Руководитель Российского центра по примирению враждующих сторон Сирии Виктор Купчишин рассказал о новых нарушениях режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, которые действуют в Идлипской зоне до эскалации. В ходе брифинга он заявил, что в течение суток под обстрелы со стороны боевиков попали следующие населенные пункты. Шария провинции Хама, Джуб-эль-Мгара, Дарк-абу-Асад, Нахшебба, Айн-эль-Кантара, Масьяв, Ройсет-Рушу, провинция также Латакия. По инициативе благотворительного фонда «Создатель» большое количество молодых людей продолжает посещать Республику Армения в рамках программы «Знай свою родину», знакомясь с историей и достопримечательностями страны. По информации корреспондента Арцах Пресс, 16 мая 28 студентов Шушильского технологического университета отправились в трехдневный визит на родину. Председателя Попечительского совета благотворительного фонда «Создатель» Марат Шахраманян и директор фонда «Нарек-Аветисян» встретились со студентами и представили важность и необходимость программы. В этом году армянский народ празднует 150-летие со дня рождения великого армянского поэта Уванеса Туманяна. Воистину, это большой праздник в жизни армянского народа, поскольку Уванес Туманян – общенациональное, общечеловеческое явление. Цвет его гениальности и его великолепное сияние в армянской литературе и армянской действительности – глубокий след, оставленный им – это божественный дар не только армянскому народу, но и всему человечеству. В этом году организуются многочисленные мероприятия, посвященные юбилею великого писателя. Но какой праздник без туманяновских тостов и его любимого вина? В связи с этим прекрасным поводом компания «Армения Вайн» по совместной инициативе музея Туманяна выпустила специальную серию вин «Токар», на которых специальные юбилейные наклейки. И 16 мая именно в музее писателя было организовано винное торжество. Новые вины можно приобрести в сувенирном отделе музея. В скором времени они будут в ограниченном количестве, будут также доступны в торговых и развлекательных центрах. Вино «Токар» – своеобразное воплощение древней истории армянского виноделия, выражающее несравненное богатство армянского терруара. Директор армянского центра креативных технологий Тумо Марии Лу Папазян стала лауреатом ордена академических пальм и обладателем знания рыцаря академических пальм Франции. Вручение престижной награды состоялось в мэрии французской столицы. Без вас, Марии Лу, Тумо не существовало бы в Армении или Франции. Если эта медаль создана для кого-то, то это вы настоящий гражданин мира. Тумо – это символ свободы и один из лучших учебных центров мира, отметили на вручении премии мэр Парижа Анн-Идальго. Французская премия «Пальмс Академик» вручается за сослуги в области науки и образования. Кандидатура Марии Лу Папазян была выдвинута ректором Парижской академической жилем Пику. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Степан Епремян, Келли Акелли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!